МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости» в студии Марина Юрченко. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И вот лишь некоторые темы выпуска. 22-е зимние Олимпийские игры не остались незамеченными и в «Армавире». Как наши спортсмены поддержали чемпионом, вы увидите в выпуске новостей. Армавирские школьники приветствуют грандиозное спортивное событие. Линейки, посвященные открытию Олимпиады, прошли в средних общеобразовательных учреждениях города. С подробностями Дарья Топчева. Долгих пять лет Россия готовилась к Олимпийским играм в Сочи. Армавирцы также внесли большой вклад в строительство и благоустройство Олимпийских объектов. И вот в день открытия 22-х зимних Олимпийских игр наши ребята опять не остались в стороне. Как они поддерживали чемпионов, узнавала Наталья Полякова. Не мороз, никакие другие дела не помешали армавирским школьникам собраться перед городским ледовым дворцом. А повод 7 февраля 2014 года один. Это день открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Сюда пришли те, кто болеет за наших спортсменов, но не смог оказаться в эпицентре событий. Поздравить с этим знаменательным событием армавирскую молодежь пришли и представители власти. Россия давным-давно является Олимпийской державой. Наши спортсмены принимали участие и в летних, и в зимних Олимпиадах, еще до революции. Но особенно прославились в советское время и поставили огромное количество рекордов. Я думаю, что здесь, вот среди вас, стоят будущие участники зимних Олимпийских игр. Это прежде всего, конечно, фигуристы, конкобежцы, ну и, может быть, даже хоккеисты. После торжественных речей присутствующие последовали вековой Олимпийской традиции. Выпустили белых голубей, как символ мирных намерений. Стоять на морозе долго не пришлось. В здании Ледового дворца гостей ждали спортсмены. Армавирскими фигуристами были подготовлены показательные выступления. Шестилетняя Даша ледовыми танцами занимается уже почти три года. За это время девочка завоевала восемь медалей. А началось все с любви к красивым нарядам фигуристок. Мне нравится платье, мне нравятся прыжки, мне нравится это делать. Я хочу пожелать спортсменам, чтобы они стали Олимпийской чемпионкой. Хоть это и не Олимпийский лед, но атмосфера здесь царила соответствующая. Взлеты и падения, радости и слезы маленьких будущих чемпионок заставляли переживать вместе с ними каждого зрителя, находившегося в этот день в зале. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. И в продолжении темы. До открытия Олимпиады в Сочи оставалось буквально несколько часов, когда в школах города прошли линейки, посвященные международному спортивному событию. Школьники с радостью приветствовали наступление зимних игр, а некоторым даже удалось пообщаться с участником эстафеты Олимпийского огня. Дарья Топчева увидела, как это было. Несмотря на то, что от места проведения Олимпийских игр, Армавир отделяет несколько сотен километров, праздником вместе с ним радость и волнение ощущалось даже здесь, в школе номер 4. На линейке присутствовал особый гость, выпускник заведения Андрей Терентьев. Он среди многих других удостоился чести нести факел на эстафете Олимпийского огня в Краснодаре. В школе еще занимался легкой атлетикой, когда мне было 14 лет, был чемпионом России по легкой атлетике. Потом в 19 лет входил в тройку горбунов лучших, чуть позднее был включен резервный состав сборной России на Олимпиаду 2000 года. Факелоносец из Армавира Андрей Терентьев на глазах у всех облачился в форму, достал из специальной сумки факел. В таком виде наш земляк и пробежал свои метры славы в Краснодаре. Эти полторы минуты вместили в себя все желание помочь России, поддержать эту Олимпиаду. Я чувствовал себя частичкой какого-то процесса не общего, не общего российского, а процесса, который происходит во всем мире. Линейка продолжилась выступлениями детей. На сцене появились талисманы Олимпиады – белый мишка, зайка и леопард. По-настоящему торжественным получился момент, когда Олимпийский флаг несли над головами школьников. Даже после линейки школьники еще долго не расходились. Учащиеся обступили Андрея Терентьева. Всем хотелось сфотографироваться на память с армавирским факелоносцем и задать свой вопрос об Олимпиаде. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Движение факелоносцев – это одна из важных частей Олимпиады 2014 года. Более подробно о нем нашему корреспонденту Наталье Поляковой рассказали армавирские сестры Марковы, которые были непосредственными участницами эстафеты. Жить с обидой, недовольством, мир вокруг себя кляня. С кислой миной на диване – ну совсем не про меня. С факелом бегу в Майкопе, все приветствуют меня. Круто быть факелоносцем Олимпийского огня. Благодаря этому стихотворению Даша Маркова стала участницей Олимпийской эстафеты в Майкопе. Его, кстати, она написала сама. 3 февраля девушка приобщалась не только ко всероссийскому, но и к мировому событию. Ее Олимпийские 100 метров. В моей группе было 37 человек, вообще в Майкопе было 60 человек. Я была самой последней, и для меня это честь самой последней, потому что я уже выходила на сцену, передавала в лампаду, которую потом перевозили в другую часть города, и в ней тоже несли. Олимпийский огонь через эту лампаду. Честно говоря, поразило количество волонтеров, и поразило то, как они относятся к этому. Они очень позитивные люди, заряжают энергией, прям вообще очень понравились именно волонтеры. Разделила это олимпийское счастье и родная сестра Даши Настя. Вот только факелоносцем она была 4 февраля в Краснодаре. 200 метров девушка бежала с олимпийским факелом, вес которого достигает 2 килограмма. Нести его нужно было на уровне головы. Это достаточно тяжело, признается Настя, но эмоции после забега переполняют. И о невзгодах и тяготах уже не вспоминаешь. Поразили люди, которые несли этот огонь. Эти люди, они сами невероятно энергичные, независимо от возраста, от физического состояния. Я принимала огонь у человека, у которого какая-то у него травма была. Он заслуженный тренер России, по-моему, или по тяжелой атлетике, или по боксу. Он с травмой шел, но все равно нес. Для него это было важно. Некоторые удивляются, а как вы туда попали. Ну, я точно такая же, как вы, ничем не отличаюсь от вас. Ну, просто я захотела. Это мог сделать каждый. Пройдя три отборочных этапа, Настя и Даша Марковы стали участницами олимпийского движения. На месте девушкам выдали костюмы, которые остались у них на память, и провели инструктаж. По городам было несколько пунктов сбора. Люди на этот пункт сбора приезжали, им выдавали форму, пока оделись, пока проводили инструктаж, что можно сделать с факелом, что нельзя, как нужно себя вести с людьми, что можно людям позволить сделать, что нельзя. Костюмы – это подарок от организаторов, их оставляли абсолютно всем. В костюм входят штаны, куртка, перчатки и шапка. Оказывается, нет ничего невозможного. Нужно просто очень хотеть и стремиться к достижению поставленной цели. Сейчас сестры живут обычной жизнью. Даша учится в девятом классе второй армавирской школы. А Настя приобретает профессию тренера в Краснодарском вузе. Но эмоции, впечатления, а главное – костюмы и факелы со стафетой Олимпийского огня Сочи 2014 у девочек останутся навсегда. Вот такая форма у нас осталась, такие факелы. Мы их, конечно же, заносить не будем, оставим для своих правнуков, детей, внуков. Все-таки это история 22-х Олимпийских игр в Сочи. Наталья Полякова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Жители микрорайона Мясокомбинат смогли напрямую пообщаться с властями Армавира и получить ответы на наболевшие вопросы. Андрей Харченко провел здесь ход граждан. Все подробности в следующем материале твоих новостей. Встреча с жителями длилась более двух часов. За это время Армавирцы обсудили многое и услышали ответы на самые наболевшие вопросы. Некоторые старшие многоквартирных домов сталкиваются с проблемой при снятии показаний с общедомовых приборов учета. Интересуются порядком начисления задолженности на коммуналку. В прошлом году в администрации города был организован семинар по коммунальным услугам и тарифам для старших по домам. Но не все смогли принять участие в обучении. Андрей Харченко дал поручение управлению ЖКХ мэрии такой семинар организовать повторно. В следующей неделе собираете всех старших по домам и вместе с Валентиной Анатольевной, с Еленой Михайловной проводите разъяснения по применению законодательства в части оплаты общедомовых нужд по домам. Также на сходе прозвучали нарекания на работу абонентских отделов коммунальных предприятий. В субботу у нас замерзла вода. Мы начали обращаться, мы звонили даже в водоканал, на что нам ответили, что мы даже не имеем права туда обращаться, потому что мы никому не принадлежим. И мы своими силами взяли. Лично я это все разморозил. Я мучился 7 часов, но я разморозил это воду. Я живу в костре и все. Андрей Харченко подчеркнул, что все телефоны и звонки в абонентские отделы коммунальных предприятий записываются и дал поручение ответственным службам разобраться в данном вопросе и в необходимом случае принять меры к оператору. Мы завтра этот звонок поднимем. Если диспетчер водоканала вам нагрубило, соответственно мы по диспетчеру конкретному, который дежурил в это время, примем меры. Такое же поручение даю Семену Михаилу Павловичу. Обращение с Дзержинского 118, жильцов 1 февраля. Значит, надо поднять все звонки, проверить, если действительно это было, мы примем меры по диспетчеру. Также на сходе заслушали отчет о работе участкового, полномоченного о полиции, доклад руководителя территориального общественного самоуправления. После схода Андрей Харченко провел прием граждан по личным вопросам. Озвученные проблемы взяты на контроль и приняты к исполнению. Марина Бартенева, Игорь Тарасов, Станислав Чинский, служба новостей «Эрмаира». Опытный машиностроительный завод стал объектом внимания городского главы. Андрей Харченко побывал в заводских цехах, ознакомился с условиями труда рабочих и предложил руководству предприятия изыскать возможность повышения заработной платы работников. Директор завода показывает Андрею Харченко новое оборудование для нефтегазовой промышленности, выпуск которого они недавно освоили. Армавирские конструкторы внесли небольшие изменения в клапан для резервуаров и получили большой эффект, удешевили его производство и повысили надежность. Выходим на рынок в этом году с этим новым изделием. Просто из лифки сделали металл, да? Здесь только алюминиевый, стальной лист. Не, я понимаю, был раньше алюминиевый. Алюминиевый, сейчас и стали делать. Сейчас делаем сталь, что позволило нам уменьшить стоимость общего по изделию и, соответственно, уменьшили трудоемкость по операциям. Огневые предохранители, резервуарные пробоотборники, вентиляционные патрубки, насосы для перекачки нефтепродуктов и еще десятки наименований. Детали и оборудование, которое обывателю ни о чем не говорит, но без которого нефтегазовая промышленность работать не сможет. Сейчас на Армавирском опытном машиностроительном заводе приступили к выполнению очередного заказа. Узел можно охранить, там 20-30 комплектов. Пришел заказ, 100 штук, да, допустим. Клиенты на сегодня, ну, не совсем, может быть, правильно скажу, грамотные, да, они считают, что весь этот объем должен лежать у нас на складе. И очень сильно удивляются, когда наставим 60 дней изготовления, 90. Вот для таких клиентов мы на сегодня минимизируем этот срок, потому что конкретно снялся склады и запустил первую парку. Глава Армавира поинтересовался у директора завода планами по увеличению заработной платы работников. Здесь все зависит от количества и объемов заказов, говорит руководитель предприятия. Коллектив завода 200 человек, среднемесячная зарплата 16,5 тысяч рублей. В 2014 году на опытном машиностроительном заводе планируют выпустить продукции на 130 миллионов рублей, что составит 110% к объемам прошлого года. Александр Ейфанов, специально для службы новостей Армавира. Внимание, розыск! Разыскивается Хамид Бикишоков, 1948 года рождения. 1 апреля 2012-го около трех часов Кишоков ушел из дома, расположенного по адресу. Успенский район, а у Конаковский, где временно пребывал в гостях у проживающих там родственников. Был одет в черную кожаную куртку, серо-коричневый свитер, голубую рубашку, темно-коричневые брюки, черные ботинки. Его приметы на вид 55-60 лет, рост 150-160 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное северокавказского типа. Нос прямой, глаза карии, волосы прямые и седые. Особые приметы – шрам после операции по удалению аппендицита. Если вам известна какая-нибудь информация о месте нахождения Хамиб Дикишокова, просьба сообщить об этом по телефону 8 86 140 558 86 ОМВД России по Успенскому району или по телефону 02. На страже психического здоровья учащихся. Школьные психологи призваны отслеживать внутреннее состояние детей и обеспечить их психологическую безопасность. Каким образом в этом направлении ведется работа в Армавире, смотрите далее. Это не урок рисования. Староклассниками работает школьный психолог. Надежда Ханюкова посредством рисунка выявляет, каково внутреннее состояние детей. Я провожу диагностики всякие разнообразные, методики, тесты в зависимости от возраста. То есть, если это наиболее маленькие детки, то это рисуночки какие-нибудь. У детей часто возникают конфликтные ситуации. Эти конфликтные ситуации также ложатся на плечи психологов. То есть, разрешение этих конфликтных ситуаций тоже занимаемся этим мы, конечно же. Конечно, классные руководители нам в этом помогают. Поводов для возникновения конфликтов в школе много. Это и разногласия с одноклассниками, учителями, волнение по поводу предстоящих экзаменов. Трагические события, произошедшие в одной из московских школ, стали толчком для усиления работы школьных психологов. Вот за это время мы уже лекции провели, провели презентации. Следим за детьми, следим за агрессивностью детей, за тревожностью. Самое главное – за тревожностью, потому что многие дети, ну, вроде бы, как бы смотришь нормально, а у них что-то внутри происходит. В школах города психологами и классными руководителями проводятся беседы с детьми о ценности человеческой жизни. Учащимся рассказывают, что жизни нужно радоваться. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Казаки Новокубанского районного казачьего общества провели беседы со школьниками в рамках месячника военно-патриотического воспитания молодежи. На уроках мужества в Новокубанске побывал Роман Габарец. Кто не знает свою историю, у того не будет хорошего будущего. Такими словами казаки открыли встречу с учащимися 4-го А-класса в средней школе номер один. Гости рассказывали детям о необходимости уважительного отношения к старшему поколению, ветеранам войны и труда, любви к родине. Так же, как яблоки не могут без яблони, правильно, не расти, ничего, так и никто из нас не сможет без нашей великой, дорогой, любимой родины. Поэтому мы должны ее беречь, мы должны ее хранить, мы должны посвятить свою жизнь полностью этому делу. Наши предки отдали свою жизнь многие, не в одном поколении, а во многих поколениях, для того, чтобы защищать нашу великую родину. Без родины мы не можем существовать. В ходе беседы школьников знакомили с историей и современностью казачества. Ребята узнали о бытии, традициях и укладе жизни кубанских казаков, их роли в Великой Отечественной войне. Учащимся поведали и о том, что сила казака всегда была в твердой вере и стойкости духа, а помогала в сложные времена душевная песня. И теперь далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя не дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Особое место на уроке было уделено демонстрации боевого воинского оружия. Мальчишки и девчонки с восторгом в глазах держали в руках настоящие шашки, пики и кинжалы, конечно, под строгим присмотром взрослых. Встреча получилась интересной и поучительной. Дети теперь с легкостью отвечают на вопрос, кто такие казаки. Так больно, которые любят свою родину и защищают ее до последних. А лучше умереть, чем оставить свою родину. В завершение мероприятия было сделано общее фото на память. Представители казачества отправились в следующую школу. Всего в рамках месячника им предстоит побывать в 13 образовательных учреждениях района. Роман Габарец из Новокубанска. Специально для службы новостей Армавира. И возвращаясь к теме спорта. Армавирский легкоатлет поборется за Кубок губернатора. 9 февраля в Краснодаре пройдут открытые краевые соревнования по легкоатлетике на Кубок губернатора Краснодарского края. Участие в них примут более 100 сильнейших бегунов, прыгунов и метателей из 19 регионов России и Кубани, лидеров мирового легкоатлетического спортивного сезона. Всего 27 членов сборной команды России. Два заслуженных мастера спорта, 8 мастеров спорта международного класса. В их числе и чемпион мира среди юниоров по прыжкам в длину Армавирис Анатолий Ряполов. В рамках соревнований учреждены специальные призы. Спортсмены, занявшие первое место, награждаются денежным призом в размере 30 тысяч рублей. Второе место 20 тысяч рублей. За третье место 10 тысяч. Также губернатором Краснодарского края учреждены специальные кубки за победу в каждом виде программы. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды Гюзела Классик.